Какой мальчишка не мечтал хотя бы раз прокатиться на таком автомобиле? Теперь уже дедушки приводят своих внуков на выставку, прикоснуться к истории. Да, этих знаменитых автомобилей Горьковского автозавода уже не встретишь на дорогах, но еще можно увидеть в музее. Сегодня их тяжелая помпезность привлекает и уносит лет на 60 назад. В нашем городе очень много небольших подведомственных музеев, о которых, в принципе, жители нашего города знают очень мало. И вот эта выставка, которая проходит в рамках Дня музеев, который празднуется традиционно 18 мая, она и призвана познакомить всех жителей нашего города, нашего района с теми музеями, со всеми их изюминками. Домотканные платья, шиты вручную, – та изюминка, которую представил Музей народного творчества Школы педагогики ДВФУ. По вышивке специалисты могут определить, откуда пришли переселенцы – с Украины или Белоруссии. Самому ценному экспонату про бабушкиному ручнику уже 90 лет. Его вышивала моя прабабушка, когда ей было 10 лет. Вышивала, соответственно, под лучиной. Поскольку раньше девушки выходили рано замуж, этот ручник относится к части приданного моей прабабушке. Это наша семейная реликвия на сегодняшний день. Музеи заповедника имени Комарова и сельскохозяйственной академии на своей экспозиции напомнили, что реалитетными скоро станут и некоторые виды животных. Эта участь касается самых больших кошек – амурского тигра и дальневосточного леопарда. Музей создавался, привозили очень много студентов, выпускников, принимали участие в создании музея. И вот годами все это собиралось. И постепенно выставили, конечно, самые такие более качественно выполненные экспонаты. Фестиваль музеев городского округа собрал всех заинтересованных и тех, кто не заглядывал в храмы старины уже давно. Тут же можно было пройти мастер-класс. К примеру, в творческой мастерской заповедника имени Комарова учили создавать изделия из соленого теста. Мы уже этим занимались давно. Сейчас просто вспомнили, что, кажется, еще можно опять заняться. Это, в принципе, актуально очень, не ново, но актуально и красиво. И недорого, прежде всего. Это самое такое первое, что это недорого, незатратное. То есть это любой человек может сделать. Удивлять работники музеев не перестанут в течение всего года. Они еще посоревнуются за звание лучшего сотрудника храма культуры. Виктория Титаренко, Игорь Антонов, Телемикс.